Украинские силы обороны на этой неделе были вынуждены покинуть город Углидар в Донецкой области. Бои за город велись более двух лет. Российские военные неоднократно пытались его штурмовать и несли при этом большие потери. Чего стоят россиянам захватнические амбиции Путина? Мы увидим всплеск российской дезинформации также на Западе, чтобы убедить их, что военная помощь для Украины бесполезна, что Россия все равно побеждает. Российская армия продолжает наносить террористические удары по гражданским целям в Украине. Под атакой на этой неделе были Харьков, Херсон, Запорожье и другие украинские мирные города. При каждом подобном российском теракте мировое сообщество снова поднимает вопрос – имеет ли Украина право защищаться? Киев с визитом посетил новый генсек НАТО Марк Рюта. Какая его позиция в вопросе снятия ограничения на удары западным оружием по России? Мы достаточно настойчивы в вопросе использования дальнобойного оружия. Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая такое оружие против нас использует. И мир продолжает рефлексировать на ядерные угрозы Путина, что по этому поводу думают в НАТО, Китае и Бразилии. Обо всем этом говорим далее. Это проект «Все так однозначно». Погнали! Украинские силы обороны на этой неделе были вынуждены покинуть город Углидар в Донецкой области. Такое решение было принято украинским командованием для сохранения личного состава и боевой техники. Об этом 2 октября сообщили в оперативно-стратегической группировке войск вооруженных сил Украины «Хортица». А 3 октября в 72-й бригаде ВСУ имени черных запорожцев, которые обороняли Углидар, сообщили, что выход из города позволил минимизировать потери, поскольку дальнейшее удержание населенного пункта было бы критическим для украинских подразделений. Но почему же даже среди российских Z-военкоров не ощущалось особой радости по поводу оккупации этого украинского города? Чего стоили россиянам очередные маниакальные амбиции Путина? Углидар разрушен российской армией. Небольшой городок, который стал очередным символом украинской борьбы и символом катастрофических жертв для россиян. За два с половиной года российские войска сотни раз пытались его захватить. И за два с половиной года российская армия не раз обломала зубы в боях под Углидаром. Массированные атаки на город неизменно оборачивались для россиян огромными потерями. В лобовых атаках было уничтожено не одно российское подразделение. Россия осуществила по меньшей мере две крупные попытки захватить Углидар в октябре-ноябре 2022 года и январе-феврале 2023 года. Обе из которых привели к большим потерям в личном составе и военной технике. Поражение России вокруг Углидара в частности привели к истощению 155-й морской пехотной бригады, которой теперь и гордиться нечем. Этот город стал настоящей мясорубкой, куда Путин все швырял и швырял своих солдат. На этой неделе украинские силы решили покинуть город, чтобы сохранить жизни своих людей. Как пишет военный обозреватель Александр Коваленко, россиянам превосходство в авиации на протяжении недель позволило сбрасывать на украинские позиции в районе Углидара огромное количество снарядов. По его мнению, если бы российские самолеты были ограничены в радиусе действия, у Украины было бы больше шансов отстоять Углидар. Далее цитата. В нынешних условиях потеря Углидара была неизбежной, хотя предотвратить ее можно было, но не все зависело в этой ситуации только от нас. У врага было количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль сыграла авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие фиктивного противодействия привело к тому, что линии обороны, рубежи, позиции ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и управляемыми и неуправляемыми авиационными снарядами. Могли бы отстоять Углидар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство. Если бы российским самолетам пришлось взлетать с авиабаз на территории России за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы. Но по хорошо всем известным причинам этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации российских оккупационных войск продолжается, пишет военный эксперт Александр Коваленко, в конце, вероятно, намекая на ограничение украинских союзников на использование дальнобойного оружия по территории России. Как подсчитало немецкое издание «Шпигель», разрешение на удары по территории России ракетами «Сторм Шэдоу» и «Атакумс», которые работают в пределах 250-300 километров, соответственно, дало бы возможность Украине дотянуться до 313 военных целей РФ. Пока Украина не получила разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, но даже публичные обсуждения этой темы уже заставили россиян переместить самолеты дальше от границы. Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве Владимир Зеленский заявил следующее. Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради реальной справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают. Также Владимир Зеленский назвал правильным решение вооруженных сил Украины о выходе из Угледара, поскольку это позволило сохранить жизни военных. Мы достаточно настойчивы в вопросе использования дальнобойного оружия. Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая такое оружие против нас использует. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизни, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги. Институт изучения войны проанализировал ситуацию под Угледаром и заявил, что неясно, Смогут ли российские войска добиться быстрого продвижения за пределы этого города в ближайшем будущем? Продвижение подкрытой местности в сезон дождей и слякоти будет сложным для российских войск. Дороги и поля станут практически непригодны для механизированных атак. В то же время британское издание The Times акцентирует внимание на том, что Z-блогеры также выразили сомнения в способности российских войск быстро продвинуться дальше вглубь контролируемой Украиной территории. Но Путин продолжает гнать своих военных вперед, не считаясь с потерями, чтобы попытаться захватить как можно больше территорий и пробовать убедить Запад отказаться от поддержки Украины. Я думаю, конечно, Путин попытается преподнести это на внутреннем уровне так, чтобы показать, что война идет по его плану. И он, конечно, не упоминает о том, что украинцы контролируют часть российской суверенной территории в Курской области. Таким образом, он хочет убедить, прежде всего, собственное население в том, что он побеждает в Украине. Мы увидим всплеск российской дезинформации также на Западе, чтобы убедить их, что военная помощь для Украины бесполезна, что Россия все равно побеждает. И, конечно, он будет использовать это для поднятия морального духа в российской армии настолько, насколько сможет. Для Украины же важны люди. Города отстроить можно, а жизни вернуть нельзя. Углидар – город украинской воинской славы, который оборонялся даже тогда, когда казалось, что это невозможно. Теперь же это разрушенный россиянами город-призрак, который навсегда останется символом героической обороны Украины. Давайте разберемся с тем, что на самом деле происходит на фронтах войны, которую Россия ведет против Украины. Каждый день мы слышим новости о новых ударах по украинским гражданским, об авиации, артиллерии, беспилотниках. И за всем этим постоянно стоит одна и та же фигура. Владимир Путин, который еще и любит грозить всему миру своим ядерным арсеналом, чтобы скрыть провалы своей военной стратегии. 1 октября российская армия нанесла авиаудар по украинскому городу Запорожье. Последствия были трагичными. Один человек погиб, десятки получили ранения. В тот же день российская армия ударила по Херсону, на этот раз из артиллерии. Снаряд попал в район остановки общественного транспорта и рынка. Люди, которые просто покупали продукты и занимались повседневными делами, стали жертвами очередного российского теракта. Погибли мирные жители, были ранены десятки людей. А уже на следующий день, 2 октября, российские беспилотники ударили по припортовой и пограничной инфраструктуре в Украине. Вновь ранены. Стреляют не по военным целям, а по гражданской инфраструктуре, по людям, которые хотят жить своей жизнью. Но Кремлю нужны разрушения и хаос. 3 октября российская армия ударила пожилому пятиэтажному дому в Харькове. Среди раненых – трехлетний ребенок. И это все лишь крупица в море российского терроризма против Украины. Что особо цинично, при всех подобных атаках Путин еще и позорно спешит угрожать ядерным оружием каждый раз, когда получает болезненный ответ по нефтебазам и складам вооружения. При каждом подобном российском теракте мировое сообщество вновь и вновь поднимает вопрос, а имеет ли Украина право защищаться. Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским прямо сказал, что Украина имеет право на защиту. И ее удары по военным целям на территории России соответствуют международному праву. А это значит, что это право не кончается на границе. Россия ведет свою незаконную войну, и это означает, что нацеливание на российские истребители и ракеты до того, как они будут использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может помочь спасти жизнь. Единственная страна, которая перешла красную линию, это не Украина, это Россия, начав эту войну, сказал Рюте. Генсек НАТО прав, и с ним трудно не согласиться, но, как говорят многие, одними разговорами сыт не будешь. Марк Рюте вроде бы и не против применения западного оружия по российским военным объектам, но подчеркнул, что это решение остается за каждой отдельной страной. И вот снова мы видим этот затянувшийся дипломатический пинг-понг, о котором упоминал Владимир Зеленский еще в августе. Генсек НАТО заявил, что обсуждение вопроса о разрешении применения дальнобойного оружия по российским военным объектам состоится 12 октября в формате «Рамштайн». Это важное событие, и мы обязательно обсудим его на YouTube-каналах Freedom и Freedom Live. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех важных событий и слышать правду. Важно отметить, что сам генсек НАТО действительно не может принимать решения, но он способен влиять на процессы внутри Альянса. И его позиция говорит о том, что голоса за удары западным дальнобойным оружием по территории РФ становятся громче. Рюте заявил, что чем больше помощи окажет Украина, тем быстрее закончится война. При этом он подчеркивает, что не стоит поддаваться на ядерные угрозы России. Союзники не видят признаков немедленного риска применения ядерного оружия. Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время. Пусть говорит о своем ядерном арсенале, ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет, считает генсек НАТО. Путин же снова угрожает применением ядерного оружия. 25 сентября он собрал Совет Безопасности РФ и объявил о намерении расширить ядерную доктрину, добавив новые условия для применения этого оружия. Суть такова. Если Украина продолжит обороняться, нанося удары по России, то Москва будет готова использовать ядерное оружие. Фактически, Путин хочет превратить свою доктрину в инструмент давления, чтобы подавить любые попытки Украины защищаться. Но мы все понимаем, что на самом деле никакие доктрины не нужны в диктатуре, где единственное мнение – это мнение Путина. Институт изучения войны напоминает, каждый раз, когда на Западе обсуждается вопрос дальнейшей военной помощи Украине, Кремль снова вытаскивает свою карту ядерного шантажа. Он пытается запугать западных политиков, чтобы те отказались от поддержки Украины. Способность Путина запугивать Запад, вероятно, была его самым большим успехом в этой войне. Но давайте посмотрим на факты. Еще когда российские танки впервые с начала полномасштабной войны пересекли границу, в феврале 2022 года Путин заявил, что любые попытки Запада помочь Украине в обороне будут встречены ядерным ответом. Три дня спустя он подчеркнул это, приведя ядерные силы России в состояние повышенной боеготовности. В сентябре 2022 года он прямо упомянул об огромном ядерном арсенале своей страны и поклялся использовать, цитата, «все имеющиеся в распоряжении средства», если Украина решит дооккупировать свои территории. Помните, как тогда он заявил? Это не блеф. Но эксперты обращают внимание на то, что Украина уже освободила многие территории, на которые Кремль претендовал, повредила значительную часть российского Черноморского флота, провела множество успешных ударов по российской военной инфраструктуре, и ни одно из этих событий не привело к ядерному ответу. В августе 2024 года Украина пересекла самую красную из всех красных линий, когда стала контролировать часть российской территории в Курской области. Путин лишь предпочел самоустраниться от проблемы. Почему Кремль так боится западных ракет, если даже украинские дроны добираются до дальних нефтебаз и складов с боеприпасами? После очередного успешного удара по складам тактических ракет и авиабомб в Краснодарском крае и Тверской области Вадим Резеленский заявил, что Украина сделала это благодаря собственным способностям и без тех средств, которые могут предоставить партнеры. А ведь если бы эти средства были, война уже, вероятно, давно бы завершилась. 21 сентября Украина атаковала два российских склада с боеприпасами, один из них в Тихорецке, один из крупнейших арсеналов России, а другой в Тверской области. Вопрос остается открытым. Как Украина смогла так эффективно атаковать? Возможно, появились новые разведывательные возможности и средства поражения. На складах содержались значительные запасы стрелкового оружия, минометных снарядов, артиллерийских ракет и баллистических ракет большой дальности, в том числе российских «Искандеров» и северокорейских «КН-23» снарядов. Чтобы далеко не ходить, ночью 4 октября украинские силы обороны нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов «Анна-нефтепродукт» вблизи населенного пункта «Анна» в Воронежской области России. Эту информацию подтверждает Генштаб ВСУ. Алексей Ижак, эксперт по региональной безопасности, в комментарии РБК «Украина» отмечает, что мир перестал бояться ядерного оружия, ведь его применение ограничено. Международные нормы гласят, что ядерным оружием можно воевать только против ядерного государства. Это не устраивает Кремль. Путину нужно одобрение его главного союзника Китая, а Китай однозначно против применения ядерного оружия в конфликтах. В своем заявлении 27 сентября Китай, Бразилия и еще 10 стран предостерегли от угроз применения ядерного оружия против Украины. Они напомнили, что оружие массового поражения не должно использоваться. Это заявление является очередным напоминанием Путину, что мир не поддержит его безумные амбиции. Под этим заявлением поставили свои подписи также Турция, Индонезия, Казахстан и другие страны. Они выразили глубокую беспокойность, эскалации войны и предостерегли от использования гражданской инфраструктуры в военных целях. Вот такая реальность сегодня. Российская армия продолжает разрушать, а Путин угрожать. Но Украина продолжает защищаться, а мир отказываться от страха. На этом у меня сегодня все. Пишите в комментарии под этим видео, что вы думаете о ядерных угрозах Путина. Интересно будет почитать ваше мнение. И подпишитесь обязательно на наши ютуб странички Freedom и Freedom Life. Это бесплатный способ регулярно получать свежую и правдивую информацию. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.